Давайте посмотрим, кто победил и вообще... Итак, триумф! The Last of Us Part 2 и Among Us. Кто победил на The Game Awards 2020? 11 декабря в онлайн-формате прошла ежегодная церемония вручения премии The Game Awards. Лидером по числу наград стала The Last of Us Part 2. Она одержала победу в 7 номинациях из 9. Блядь. За шо нахуй? За шо? В частности, за работу геймдиректора и назвали лучшей игрой 2020 года. Лучшая игра 2020 года, кстати. Второй фаворит церемонии, Рогалик Хейтс, сумела завоевать 2 награды, хотя претендовала на 8. Final Fantasy VII Remake получила 2 статуэтки за лучшим. Блядь, короче, мы сейчас сами посмотрим. Итак, игра года. Кто, ребята, в общем-то, был выставлен? Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Хейтс. Я скажу честно, что Хейтс определённо не игра года, хотя она клёвая. Ghost of Tsushima. Animal Crossing New Horizon. Блядь, учитывая, что породил Animal Crossing, учитывая, какие мемы Animal Crossing принёс в комьюнити, учитывая, какая она популярная и какую движуху она создала. Если говорить, твою мать, о игре года, то это не ебучий The Last of Us Part 2, а уж Animal Crossing больше заслуживает, чем, блядь, ебучий The Last of Us. Ну, Doom Eternal тоже определённо нет. Final Fantasy Remake VII, мне кажется, слишком всё-таки узконаправленная, несмотря на то, что популярный тайтл и... Ну, Last of Us Part 2, блядь, просто жесть. Лучшая работа геймдиректора. Ну, это я трудно оценить мне, кто там геймдиректор был лучший. Спасибо, Джонари, за 100 бицов. Лучшая игра года олицетворяет весь 2020 Брафландича. Так, лучшая игра года, да, олицетворяет 2020. Короче, лучшая работа геймдиректора, вообще хрен поймёшь, потому что ничего не понятно, как здесь выбирать. Лучшая актёрская игра, ну, конечно, Эбби. Ну, конечно, Эбби. Либо Элли из The Last of Us. Дин Сайк, Сакай из Госта. Ну, я видел эту игруху, если чё я смотрел, чё там, как, ну, не скажешь, там какая-то супер актёрская игра. Майлдс Моралес из Marvel's Spider-Man. Ну, ладно, ребята, честно, если сказать, я вот здесь соглашусь, здесь просто нечего выбирать в актёрской игре. Вот из тех, которые они выставили, на самом деле нечего выбирать, поэтому актёрская игра The Last of Us, я соглашусь, потому что, ну, просто, блядь, ну, просто нечего выбирать в целом. Лучший экшен. Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 и Street of Rage. Блядь, ну, Street of Rage это вообще мимо. Хейтс лучший экшен? Хейтс лучший экшен? Лол, блядь. Хейтс лучший экшен? Между Doom Eternal и Half-Life Alyx, Хейтс лучший экшен? Бля, ещё раз говорю, я Хейтс обожаю. У меня наиграно в нём доебине часов. Но я не могу признать Хейтс лучшим экшеном. Лучший приключенческий экшен? Assassin's Creed Valhalla, Ghost опять, Marvel Spider-Man, Ori and the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order, The Last of Us... Блядь, ну, приключенческий экшен. Ну, ты прямо скажем, не красавец. Интересный факт, была премия золотой джойстик по мнению игроков Игра Года, Last of Us 2. Так что, игроки лицемеры. Да? А как там это вообще? Как голосовали? Где собирались голоса вообще? Как это проходило? Как это проходило, блядь? Что-то, учитывая комьюнити, которая бугуртила, мне что-то так не кажется. Как это происходило? Как отбирались голоса? Были ли в этом выборе учтены мнения жюри? Потому что очень часто под народным голосованием подразумевают еще некую комиссию, некую жюри, понимаете? Которая там дополнительные голоса хуярит. По мнению игроков, на Game Awards победила Tsushima. Но если это правда, то вот тебе пример, а почему Last of Us не победил на Game Awards. Хорошо, ладно, мы сейчас не будем в этом разбираться, но... Ghost of Tsushima призывительских симпатий. Ладно, приключенческий экшен, на самом деле, ну здесь чего? Здесь, наверное, либо Assassin's Creed Valhalla. Хотя, блядь, хуй знает. Наверное, Last of Us, в принципе, подходит лучше всего из того, что есть. Ну, если говорить про более-менее глубину сюжета какую-то, блядь, глубину сюжета, сука. Ну ладно, The Last of Us, хорошо. Лучший RPG, ремейк в седьмой финалке. Ну, тут, наверное... Ну, Persona вот еще, да, из G-RPG. Genshin Impact, блядь, нет. Genshin Impact, блядь, лол, нахуй, нет, конечно. Ну да, тут, если говорить про RPG, из тех, кто выставлено. Либо финалка седьмая, либо Persona пятая. Окей. Лучший файтинг. GrandBlue Fantasy versus... GrandBlue, кстати говоря, смотрю по ней чемпионаты часто. Mortal Kombat 11, охуенный, тоже слежу. Вообще, я слежу за всем из этого, кроме Андернайта и кроме Ван Патчмана. Street Fighter 5 и Mortal Kombat 11, GrandBlue, очень частые чемпы. Проходят на официальном, вот прям на Твиче. На этом, господи, блядь. Канал, правда, закрыли, кстак, по-моему. Вот, они потом переселились на другой. Ну, в общем, не суть, вы поняли. Вот, а Нюку нравится Геншин? Блядь, да Нюк же знатный говноед, ёбаный хуй, блядь. Он же, смотрите, конечно ему нравится, он только в него, блядь, ебашится как ебанутый, нахуй. 24 на 7. Я уже не уверен, что... Я уже не уверен, что Нюк, блядь, играет в Геншин, потому что уже нравится ему, блядь. Ну, я нахуй не могу поверить, что он играет просто в него 24 часа, блядь. Он играет в него какое-то ебанутейшее количество часов, понимаете? Вот насколько должна нравиться игра, чтобы тебя реально не заебало каждый день заходить в игру, в которой не происходит ничего и нет никаких изменений. Пару выблитских ивентов, и ты просто в ожидании другого патча. Это, блядь, ну я хуй знает, блядь. Ну, я не могу поверить, нахуй такое. Мне кажется, Нюк уже просто сидит в Геншине, потому что его аудитории нравится Геншин, и он просто в ней сидит уже поэтому. Так что, я хуй пойми, потому что, ну я не верю, что можно вот реально в эту хуйню так дрочить долго. Просто он, ну прямо нереально много дрочит в неё. Просто какие-то нереальные количество часов, блядь. Ты забыла, что анимешники говноеды? Ну вот я и говорю, вот есть три типа анимешника, ребята, есть три типа анимешника. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это вот второй тип анимешника. Это я, например. И есть третий тип анимешника. Привет, я анимешник. Я жру любую парашу, которую мне заливают в рот, блядь. Я причмокиваю и ставлю 10 из 10. Покажите мне там тянку, которая будет смущаться с ушками, я поставлю 11 из 10. Я тупое уёбище, которое ни в чём не разбирается, не понимает ничего, ни в сюжете, ни в чём. Я жру любую парашу, блядь, лишь бы она пердела. Вот, это третий тип анимешника, блядь. И судя по всему, нюк из них. Потому что, потому что я не понимаю, как можно ебашить геншин импакт, блядь, настолько долго, блядь. И так, и так много. Я вообще не понимаю. Вы знаете, вы знаете, я понимаю людей, которые ебашат круглосуточно в доту. Я понимаю людей, которые ебашат круглосуточно в лол, кс, рейнбоу сикс. Знаете почему? Потому что вы ебашитесь против людей. И постоянно что-то новое, какая-то хуйня, постоянно челлендж, постоянно что-то новое. Вы играете против людей. Но я не понимаю, блядь, тех, кто ебашит геншин импакт по 12 часов в день. Это просто, это просто, вау. Так, дальше, ребята. Лучшая семейная игра. Animal Crossing. Ну, Crash Bandicoot, Fail Guys, Mario Kart. Life, кстати говоря, который. Minecraft Engine. Ну, да, соглашусь, Animal Crossing. Лучшая стратегия или симулятор? Crusader King 3. Disperator Trigger. Microsoft, а, или симулятор? Ну, кстати говоря, хуёво, что они объединили стратегию и симулятор, потому что Crusader Kings был просто замечательный. Он достоин реально премии какой-нибудь. Crusader Kings замечательный, блядь. Disperator 3 тоже вышел потрясающе, блядь. Я наслышан, навижен и так далее. Вот. Но Microsoft Flight Simulator тоже был крутой. Эээ, хреново, что объединили. Ну, ладно, соглашусь. Окей. Лучшая спортивная или гоночная игра? Ну, я не интересуюсь спортивными играми, но я бы, если бы я был, я бы Dirt 5 бы поставил, честно. Лучший мультиплеер? Animal Crossing, Among Us, Call of Duty, Fall Guys, Valorant. Ну, Among Us, соглашусь. Лучшая игра-сервис? No Man's Sky. Ух, блядь. No Man's Sky? Игра-сервис? Ну, как по мне, Destiny 2, Call of Duty Warzone, блядь, Fortnite, да блядь, Apex Legends, все подходят гораздо лучше. Её до сих пор поддерживают? Потрясающая логика, братан. А как это её... Как это её... Чего, блядь? А это как... Чего? И ш... Там чувак сам охуел, что ему дали награду? Лучшая дебютная игра. Carry On, говно. Mortal Shell. Что-то очень знакомое, не помню. Рокки, фантазмофобия. Ну... Наверное. Лучшая независимая игра. Hades из этого списка, да. Номинации Games for Impact. Игры, затрагивающие социальные проблемы. Где же здесь, блядь? Пизда, бля, Last of Passport 2. Где же они... Где она? Даже списки нет. Шо за, блядь? Это жалоба, нахуй, бля, в этот... В этот комитет долбоёбов, бля. Ещё какие социальные проблемы, блядь, там показаны? Tell me why. Но, да, здесь, ребята, была более уёбищная параша, которая провалилась, по-моему, к хуям ебаным. По-моему, это она. Я сейчас проверю. Конечно, блядь, tell me why. Пиздец, блядь. Социальная проблема... Она же, да? Она же, блядь. Она же ебаная. А, ну, она... Она недоступна у нас в нашей... В нашей тоталитарно... В нашей тоталитарно... Варварской России, блядь. Или что-то такое. В общем, почему-то у меня её нет. Или она доступна. Короче, неважно. Короче, ребята, здесь про то, как девочка стала мальчиком, по-моему. Поправьте, если я не прав. Две сестры и одна стала мальчиком, да? Она заблочена в РФ, да? Она заблочена в РФ. В общем-то... В общем-то... Ладно, вы поняли, да? Ну, естественно, блядь. Если говорить о чём-то более интересном, я бы выбрал Spiritfarer. Вот этот Spiritfarer. Награды за инновацию в области доступности для людей с ограниченными возможностями. Ну, тут, конечно, Assassin's Creed. Ладно, 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 шучу. Но там, наверное, ребята, речь идёт о каких-то... Ну, нюансах, типа... Геймплейных механиках, может быть, я не знаю, чем-то... Завёл бабу. WhiteScar's. Там режим для дальтоников. Ну да, я что-то подобное и подумал. Да-да-да-да-да. Я про это и подумал, что там какие-то инновации, вот, связанные с тем, чтобы людям помогать играть. Это про сюжет Last of Us, который для людей с... Эх... Осторожнее, Адольфушка. Лучшая работа художников. Ну, здесь, на самом деле, спорный момент. Очень у многих игр хорошая работа художников была. Например, опять же, Oriya, да, была замечательной. Final Fantasy VII потрясающе тоже сделали. Ghost тоже красиво было. В общем-то, ребята, Last of Us не победила, что очень странно. Лучший аудиодизайн. The Last of Us опять. Бля, ну хуя... Окей, может быть. Лучший саундтрек. Лучший саундтрек. Final Fantasy VII. Nobu Uzmatsu. Masai. Хаму... Ну, я не слышал, честно говоря, его. Не могу ничего сказать. Знаю, что в Oriya был потрясающий саундтрек, если что. Лучший нарратив. The Last of Us, конечно. Лучшая поддержка сообщества. Fall Guys. Fall Guys. Fall Guys. Fall Guys. А, не Among? А, ну, а... Может быть, Among Us? Так. Лучшая VR-игра. Ну, Half-Life, понятное дело. Лучшая мобильная игра. Не Genshin Impact? Не Genshin Impact? Ха. Блядь, ну ладно. На удивление, блядь. Хорошо. Лучшая киберспортивная игра. Лига Легенд. Блядь, ну это жёстко, конечно. Неплохо, неплохо. Лучший киберспортсмен. Не ебу, кто это вообще такой. Лучшая киберспортивная команда. Похуй. Киберспортивный ведущий. Поебать на него. Лучший киберспортивный тренер. В пизду их. Лучший стример. Автор контента. Рэйчел Валькирия Хофстертер. Девяносто тысяч онлайна на ютюбе. День назад девятьсот восемьдесят тысяч просмотров. Неделя назад полтора миллиона. Две недели назад миллион три... А почему она... А чем она такая охуенная? Да нет, ребята. Ну она же до этого и не Among Us играла. Видите, у неё тоже много просмотра было. Хотя выстрелила она только вот с Among Us. Смотрите. Смотрите, блять, как это отвратительно, сука, я ненавижу контент-мейкеров, которые занимаются подобной хуетой, просто блять, блять, это пиздец, смотрите, 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 просто, просто следите, смотрите, смотрите, видите, смотрите, большие просмотры, но смотрите, первый ролик по ОМОНг Асу, 1,3 сразу миллиона, смекнуло, Нихуя, нихуя, ОМОНг Ас, опять дохуя, и понеслась пизда, ну, пизда, в смысле, не она, а выражение такое есть, пизда по рельсам, вот, и па-па-па-па-па-па, все, блять, пра-па-па-па-па-па-па-па-па, я объясню, почему я это не люблю, я объясню, почему я это не люблю, и вот это отличный пример, когда я могу, на самом деле, доказать, почему это полная хуйня, смотрите, когда человеку прям пиздец, как что-то нравится, и он делает только это, это нормально, но, смотрите, что мы видим, мы видим, как человек запустил, зашло, человек еще снимал кучу разного другого, видите, кучу разного другого, смотрите внимательно, видите, то есть, нет такого, что ей прям, видите, куча разного другого, но потом, но потом, все было перечеркнуто, и просто было, ну, сели, сели на паровоз, в этом как бы нет ничего плохого глобально, но лично для меня, лично для меня, это хуёбиший показатель, блять, это прям, я, я не знаю, я не знаю, блин, ну, хз, когда ты занимался там и тем, и тем, и тем, и... Просто, скорее всего, я могу сказать так, скорее всего, этим людям не нравится то, что они делают, вот такие моменты, вот именно из таких переобувок, не нравится, понимаете, им не нравится на самом деле, они просто сидят на игле статистики, вот уже вот в этой ситуации, они сидят уже просто на игле статистики, в этом весь нюанс. А мне, например, лично не интересно смотреть чувака, который, или девушку, которая, блять, играет, только понимая, что это у нее смотрят. Хотелось бы, чтобы было какое-то желание, понимаете, а я вот в такие переобученные не верю, я не верю в такие переобученные, я вот не верю вот в это, в это, в это, потом опа, и пр-п-п-п-п-п-п-п-п... Я не верю в такие переобученные. Типа, ей нужно было осознать, что эта игра, лучшая, что с ней случалось, три месяца. То есть, она ебанула, пам-пам-пам, и потом она осознала и ебанула все. Поняла, что это, блядь, только это и будет стрим. Но не буду судить за лучшего стримера, но знаю охуенных стримеров зарубежных, которые могли бы составить охуительную... эээ... охуительную... как он сказать-то? Конкуренции. Вот. Например, вот сказали уже XQC. Чувак стримит разный контент, абсолютно. По играм и болтает, и так далее. Видно, что чувак не сидит на игле одобрения, потому что у него постоянно что-то разное, понимаете? Он, блядь, не ебашит в одну точку, блядь, вот в одну точку. Он там запустил какую-нибудь, я не знаю, там какую-нибудь выпукеш какую-нибудь. Увидел, что у него онлайн гораздо больше на выпикуши. И такой берет, и выпукеш постоянно делает. Нет. Он делает и то, и то, блядь, и туда зайдет. И попиздит, блядь, посидит. И попердит, посидит. И там и видосы тоже посмотрит. И еще что-то. Ну, то есть, вот у него такой... Вот он... вот он... он просто делает... он просто делает то, что ему нравится. Вот это сразу видно. А вот это вот, блядь, я не знаю. Каждому свое, конечно. Самая ожидаемая игра Элден Ринг. Но вот мне сегодня про нее говорили, ребята. Я даже... даже... даже интересно, что же это такое. Понятно. Soul Sla... Не, подожди. Soul Sla... Выглядит обычно. Но Halo Infinity... Понятно. Horizon... God of War... Resident Evil... Есть, конечно, тоже, что можно ждать, но... Миядзаки с Мартином делает. Ну... Окей. Хорошо. Ну, за счет этих имен, наверное, и ожидания. Но просто все-таки хотелось бы... Просто... История знает много примеров, когда вроде бы великие люди, которые охуенно шарят за что-то, делают говно. Все равно. Так что... Я бы не стал обнадеживать себя громкими именами. Вот в чем дело. Но надеемся, что будет хорошая... Хорошая будет игра. Я за хорошие игры. Чем их больше, тем лучше. Продолжение следует...